Слушайте, вот эта вот история, которая случилась в Москве вечером 8 июня с участием артиста Михаила Ефремова, она, оказывается, такой гнайник вскрыла. Наша медиатусовка оказалась настолько гнилой, я даже не ожидал. Я не буду сейчас пытаться разбираться, пересказывать вам то, что вы уже и так до меня слышали много раз. Я не буду сейчас осуждать или защищать этого артиста. Случилась трагедия, и вот это важно понимать. Случилась трагедия для нормального человека. Это горе для родных и близких, участников этого ДТП. Да, для обоих участников ДТП, потому что и у погибшего есть родные и близкие. И для обеих сторон, и для родных и близких одного и второго, это горе. Об этом никто не говорит. Для самого Ефремова, в конце концов, это тоже горе, потому что ему сейчас жить с этим. Он убил человека по собственной тупости, повторюсь. Просто потому что он набухался, сел за руль куда-то, поехал и убил человека. Представляете, с этим жить до конца дней. Но сказать-то хочу о другом. У меня умилила вся эта наша медиа-тусовка. Которые, давай высказываться один за другим. И ладно бы, если бы действительно высказывались. Потому что они на самом деле так думают. Нет. Подавляющее большинство вот этих вот уродов моральных. Я по-другому не могу их назвать. Сделали это с одной единственной целью. Хайпануть на громкой истории. Ну, к примеру, ну что там Жириновский, да? На самом деле так озаботила эта ситуация. Да у нас пьяные артисты через день за руль садятся. Откройте светскую хронику. Почитайте. Просто за последний месяц пробегитесь. За два, за три. Громкая история. Как не хайпану. Ну, не хочу о нём. Я хочу об одном моральном уроде сказать. Который вот... Ну, большего морального урода, наверное, сложно себе представить. Мне это прислали вчера уже во второй половине дня. Так вот, есть у нас такой фашист. Другому я не могу этого человека назвать. Телеведущий, радиоведущий. Человек, который почему-то называет себя журналистом. Вообще генерал пропаганды Соловьёв. Так вот, он уже вчера в эфире Вести ФМ такую ахинею нёс государственной радиостанции Вести ФМ. Вот и было настолько мерзко. Вот этот мерзкий Соловьёв. Он вот эту вот трагедию перевернул с ног на голову и начал искать там, в эфире, повторюсь. А его радиостанцию не только в Москве слушают. Вернее, не его. Радиостанцию в эфире, которой он работает, не только там в Москве, не только в России слушают. Во всём мире. Он такое понёс. Он то политику прикрутил. Я просто хочу, чтобы вы это послушали. Буквально фрагментик. И почувствовали, поймали то же самое чувство омерзения, которое поймал я. Ну, начинайте оправдывать его. Начинайте, либеральные скоты, его оправдывать. У него же денег до какого-то. Вот гражданин-убийца, я его вылечу. У меня денег до какого-то, понимаете? Вот то, что надо о них знать. Убийца, ваш Ефремов. И вы, сволочь его защищающая, его пособники. Это сектантская псевдо-оппозиционная солидарность, которая здесь возникает. На самом деле, это большая общественная угроза. Сопоставимая, между прочим, с той угрозой и тем преступлением, которые совершил сам Ефремов. Он же еще кокетничает. Он же еще играется, он вылечит. Он же привык к сволочуге. Это, кстати говоря, философия. Вот вся эта либерастная сволота привыкла, что деньги решают все, что они могут откупиться. Они все не мельпомению служат, а золотому тельцу. Вот эта либерастная сволота. А Ефремов яркий представитель либерастной сволоты. То есть, понимаете, ребят, это до какой степени нужно вообще никакой совести не иметь, чтобы даже в такой ситуации попытаться прогнуться перед своими хозяевами, заработать себе каких-то очков, а может быть и не только очков. Ну, как это называется? Он там дальше много раз произносит слово идеология. Так вот такая идеология, она по-другому как фашизм не называется. Человек, по сути, что он делает? Он разжигает в эфире ненависть в людях. Перевирает ситуацию абсолютно полностью. Причем, повторюсь, ситуация никакого отношения к политике не имеет. И я сейчас, как он там врал у себя, не пытаюсь защищать артиста Ефремова. Мне вообще наплевать на его политические убеждения. И в такой ситуации, я думаю, любому нормальному человеку должно быть наплевать. В данном случае надо понимать только одно. Повторюсь, случилась трагедия. Вы знаете, а самое обидное, что вот этот эфир, да, я уже посмотрел, послушал, мне прислали после определенной цепочки событий. То есть, проснувшись с утра, я там сидел в чате нашей группы Крик ТВ. Мы общались как раз по поводу, в том числе и вот этой трагедии, обсуждали ее. Есть у нас один такой там пробитый ватник, зовут его Владимир, который начал мне прям там вот в чате, в переписке, не мне вообще, всем участникам чата, а начал возражать, да, вот с точно такой же позиции. Да это вы, Либерда, вы убиваете людей. Да потому что я еще тогда возмутился, ну, господи, что должно быть в башке у этого человека, что даже в такой ситуации он вспоминает какую-то Либерду, он вспоминает там кто за кого, он притягивает все это дело в политической плоскости за какие-то уши. Потом, когда я послушал этот эфир, все встало на свои места. Да вот такая вот вата появляется только благодаря вот таким вот фашистам Соловьевам. Я слабо верю, что фашист Соловьев сам верит в то, что он несет, в ту пургу, которую он несет. Он же понимает, что он просто отрабатывает. Номер, деньги, заказ, что угодно. Понимает, что он несет пургу. Но в то же время он зомбирует. Он делает уродами вот этих вот несчастных ватников, которые, как мне кажется, уже ни один психиатр не поможет. Ну, повторюсь, но такого человека даже животным нельзя назвать, который действительно в ситуации. Вот в подобной ситуации начинает вспоминать про каких-то либерастов и нелиберастов, нести какую-то вот такую ахинею, только моральный урод на такое способен. Теперь представляете, сколько таких ватников, которых Соловьев и ему подобные делают моральными уродами. Если провести параллель, да, с той же Великой Отечественной войной, с теми же фашистами, немецкими фашистами, которых так любят вспоминать пропагандисты. Давайте честно. Людей в печах кто жег-то? Не лично ведь Гитлер. Не лично там Герин, Геббельс и так далее. Это делали простые обычные немцы. Он вчера, этот немец, еще работал там продавцом в мясной лавке или в бокалейном магазине. Он вчера был еще простым банковским служащим, ну, в смысле, еще до войны, имеется в виду. Водителем такси, может быть. Абсолютно приветливым, замечательным человеком, который протягивал руку кому-то, приглашал его куда-то на барбекю, на пикник. Они вместе там ходили, гуляли. Их дети там встречались, может быть. А потом во время войны вот этот вот вчерашний банковский клерк сжигал сотни, тысячи людей в печах. Ему промыли мозги настолько, он даже не задумывался, что он делает. И с ним все это... Ему промыли мозги. И вот Соловьев, по сути, ему подобно. Занимаются тем же самым. Делают из россиян моральных уродов. К чему я все это дело записываю сегодня? Вот, друзья, некоторое время назад ко мне обратился клирик. Они там написали петицию. И собрали уже почти 140 тысяч подписей. С просьбой отстранить эту сволочь, эту гниду от российского эфира. Вот я оставлю ссылку на эту петицию у себя в описании тоже. Ребят, давайте все вместе дружно обратим на ситуацию внимание. Потому что это уже ни в какие ворота не лезет. В эфире! Да, российской государственной теле-радио-компании, вещающей на весь мир, работает откровенный фашист. Откровенный мерзавец. Откровенная гнида. Канал, на котором этого фашиста показывают, называется каналом Россия. Как такое может быть? Повторюсь, 140 тысяч человек уже подписались. Давайте обратим на ситуацию внимание. Конечно, хозяева этого фашиста будут пытаться затихарить. Да, вот эту нашу петицию, но если все дружно, мы поднимем войну. Эти гниды проводят 24 июня парад победы. Я не собираюсь участвовать в таком параде победы, когда на канале Россия, когда в эфире ВГТРК, в эфире радиостанций, принадлежащих государственной структуре ВГТРК, сидят откровенные фашисты и делают русских людей, россиян, простите, российских граждан, моральными уродами, превращая их в такое же говно, которое мы якобы победили когда-то. Нет, не победили, оказывается. А вообще, вот так вот задуматься, да? Еврей-фашист. Слушайте, если бы я это сказал своему деду в фронтовику, он бы сказал, Саша, не неси пургу. Не бывает такого, чтобы фашист еврей. Я думаю, если бы я это сказал евреям в своё время, еврей-фашист, Дон, ты чё? Более того, я больше чем уверен, сами фашисты, они бы обалдели, если бы узнали, что фашистом может быть еврей. Спасибо. Спасибо.